В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной работы за отчетный период. 142 ДТП, 9 краш и одно убийство. Такой выдалась рабочая неделя у сотрудников Люберецкого МВД. У пожарно-спасательного гарнизона было 52 выезда, один из них на тушении пожара в Люберецком округе. Загорелось кафе в Томилино. По прибытию подразделений происходило загорание половины кровли кафе. Угроза распространения по всей площади. К месту выезжало 4 автоцистерны, было подано на тушение 2 ствола. В результате пожара обгорело кровля и внутреннее помещение кафе на общей площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет. О проделанной работе доложил и начальник управления ЖКХ округа. В этом году запланирован ремонт в 135 МКД. 88 из них уже готовы. Также продолжается работа по замене лифтов. У нас уже заменено 33 лифта, 6 лифтов находятся в работе. Уважаемые жители, все вопросы касаемо замены лифтового оборудования, капитального ремонта, все графики, планы работы, адресный перечень этих многоквартирных домов, на которых проводятся работы, размещены на сайте Люберц РФ в разделе ЖКХ. Обсудили подготовку дорожных предприятий округа к зимнему сезону. Уже закуплено 7600 тонн песко-соляной смеси. Для ликвидации последствий снегопадов готово 111 единиц спецтехники и 190 рабочих. Закончилась прошедшая рабочая неделя значимым событием для Люберецкого округа – инаугурацией главы муниципалитета. По решению Советов депутатов на конкурсной основе был избран Владимир Волков. В рамках торжественной церемонии Владимир Волков принял присягу и официально вступил в должность. В проделанной работе за прошедшую неделю также отчитались сотрудники здравоохранения и представители спорта. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.